Приветствую вас, вы знаете, мне бы для начала хотелось бы выделить ответы своих коллег, вот, ответы будут, вот здесь, Кудрыщева Игоря Леонидовича и Марины Голиковой, Голиковой. Эти два ответа, на мой взгляд, наиболее полно отражают картину, наиболее полно отражают ситуацию, в которой вы оказались, и наиболее полно раскрывают смысл вашей проблемы и ее существа. Со своей стороны, ответ я бы хотел начать с того, что вы сейчас собираете информацию, информацию вы собираете из форумов, в том числе и из нашего форума, потому что у нас это тоже считается форумом, хоть мне лично и не очень приятен данный аспект, но, тем не менее, это считается тоже форумом. Вот, и по сути, получается такая история, что вы как бы сравниваете, вы сравниваете то, что вам, к примеру, пишут женщины на форумах, вот, и то, что говорят вам психологи. Как показывает моя практика, человек достаточно редко склонен переубеждаться. Так вот, именно переубедить человека в чем-либо сложно, достаточно бывает, вот, потому что менять свою точку зрения, менять свою позицию, это всегда несколько... несколько хлопотно. Вот, поэтому человек, он больше склонен именно к тому, чтобы видеть подтверждение своей позиции, своей точки зрения и своему мнению. Поэтому, если вы решили противиться, значит, работе своего мужа, да, вот, вашего метода, то вряд ли кто-то сможет вас отговорить. То есть, для этого вам как минимум нужно будет признать, что мыслите вы абсолютно не в том направлении, каком нужно мыслить. То есть, мыслите вы абсолютно не в том, не в ту сторону, а в какую нужную. Вот. Но, если вы твердо уверены в том, что вы правы, если вы твердо уверены в своей позиции, то вряд ли мы вас можем переубедить. Опять же, так показывает моя практика. Вот. Значит, теперь, теперь, что касается вашей ситуации в целом, то здесь первое, что мне хотелось бы выделить, да, значит, давайте, давайте почитаем. Так, вахта 40 дней месяц дома. В гостиничном вахтовом комплексе, там много работает немало женщин, комплекс закрыт и начитался на случай, особенности через интернет, масса негативных мнений о вреде вахтового метода для работы для семьи. Вот, аноним. Какова была ваша мотивация, именно мотивация, ну, читать, слушать мнение о вахтовом методе? То есть, вот. Зачем? Как вы к этому пришли? К тому, что читать, вручить вахтовый метод. То есть, понимаете, вас ведь что-то привело к этому, ну, вот к той деятельности, которой вы занимаетесь. Привели страхи, как сказал коллега. Привела неуверенность, как, опять же, сказали коллеги. Привели, возможно, сомнения, как сказал коллега. Но сомнения в чем привели вас? Сомнения в том, вероятно, что вы не достойны такого мужа. Вы не достойны своего мужчины. И вы, возможно, считаете, что глубине души себя хуже, чем он. Вот. Здесь я скажу вопрос. Как вы воспринимаете своего мужа? Я сейчас не шучу. Я говорю сейчас на полном серьезе. То есть, вы складываете такое впечатление, что своего мужа вы воспринимаете как вещь. То есть, вам он видится как вещь. Почему? Как вещь. Потому что он красивый, видный, статный, общительный. И он принадлежит, ну, вам, так вы думаете, так вы считаете. И получается, что вы боитесь человека потерять. Понимаете? И вот это, наверное, самое главное. Что вы боитесь потерять человека. Вы боитесь его лишиться. Вы боитесь лишиться того, что он вам дает. Он возникает вопрос в таком случае. Что вы от него получаете, от своего мужа. Вот на этот вопрос вам нужно ответить. То есть, на сколько муж ваш определяет ваше представление о себе. И, знаете, вот мне кажется, исходя из того, что я видел. Ну, исходя из того, что вот вы написали. Мне кажется, что муж ваш, ну, достаточно много, достаточно сильно определяет вас как человека, как женщину, как личность. Вот. Что неприемлемо. Потому что помимо него есть еще и вы. Да? Вот. Помимо него есть еще и ваша личность. Которую вы, как мне кажется, игнорируете. Потому что совершенно очевидно, на мой взгляд. Совершенно очевидно, что если мужчина вам изменить, если мужчина склонен, ну, допустим, изменяет, значит, его что-то не устраивает. Значит, чем-то он не удовлетворен. Даже чего-то ему не хватает. Об этом коллеги об этом много говорили. Но это всего лишь означает, что ваш муж как человек, как лично, да, не удовлетворен. И вы, если вы любите его, вы к этому отнесетесь адекватно. В том смысле, что, ну, наверное, вот если он, вот если он не удовлетворен, да, то, наверное, ну, наверное, я что-то не так делаю. Например. Например. Да. То есть измена покажет, измена покажет проблемы, если она возникнет, да, измена покажет проблем. И даст вам мотивацию с этими проблемами что-то делать. Вот. Ну, вы, такое впечатление, что проблемы признавать не хотите. То есть вы боитесь наличия проблем? Проблем. Дальше. Значит. Вред в основном методах работы для семьи. Понимаете, такая история. Опять же. Здесь зависит от точки зрения. Кто-то считает, напомним, серьезно считает, что вред может нанести семье что-то извне. Ну, серьезно, люди склонны считать, что их семье может нанести вред что-то извне. Некоторые люди склонны считать, что их партнеров уводят. Другие люди. Ну, то есть, как бы, да. Жена считает, что ее мужа увел, там, увела другая женщина. А по нынешние времена мой мужчина. Вот. Жена говорит, увел, увели, у меня мужа увели. Как вы думаете, кем выставляется и кем представляется в таком случае мужчина? Или партнер? Партнер в таком случае представляется ребенком, которого вот могут взять и увезти. Дали за ручку и увели. Понимаете? Ну, это же не ребенок, это же взрослый человек. Это означает, что взрослый человек ничего не сделает без своего желания на это. А вы такое впечатление, что право своего партнера на желание не оставляете. У него, как будто бы, этого права нет. Возникает вопрос. Как вы выстраиваете отношения? Насколько вы сами по себе самостоятельная личность? Насколько вы сами по себе уверены в себе в собственных силах? Какие у вас чувства к мужу? Понимаете? Любите вы его? Заинтересованы вы в его личностном росте, в его развитии, в его счастье? Или о себе думаете? Если за себя боитесь. О себе думать нужно. За себя бояться нужно, но не через другого человека. Не путем контроля или коррекции другого человека. Это принципиальная ошибка. Дальше. Значит, частые измены считаются, что женщины там ведут себя раскрепощенным. Но по сути, вы говорите о стереотипах по факту. Вы говорите о стереотипах, вы пишете о стереотипах. То есть, считается, что женщины там ведут себя раскрепощенным. Что значит считаются? С кем считаются? Что значит, что женщины ведут себя раскрепощенным. Они где угодно раскрепощенным себя ведут. Да? То есть, это по сути, по сути, это такая вот знаете, эм, такое перекладывание, перекладывание ответственности. Да? Вот как опять Марина Горикова написала, да, что женщины перекладывают ответственность. Жены, точнее, перекладывают ответственность. Они говорят, что, что это, э, вот, э, значит, э, они говорят, что это, э, э, ну, там, личные раскрепощенные себя ведут. И типа, э, значит, соблазняют э, их мужей. Но в действительности дело не в этом. Я надеюсь, что вы понимаете, что дело не в этом. Дело не в том, что они, они соблазняют. Дело в том, что мужчины хотят. А почему мужчины хотят? Это уже интересная, интересная история. Интересный вопрос. Почему хотят мужчин? Чего мужчинам не хватает в жизни? Что они обращают внимание на других людей? Знаете? Дальше. Отвыкание от жены, если дозволено, если вдали от дома. Ну, насчет отвыкания от жены, вы, в принципе, правы. Вот, пожалуй, отвыкание от жены, это, наверное, э, действительно, единственная и, э, серьезная проблема. Потому что мужчина, который, в общем-то, 40 дней живет без жены, да, он, действительно, начинает от меня отвыкать. То есть возникает, как бы, отдаление, да, возникает, э, некое отчужденное. Так и есть. Это единственное, что нужно признать. Нужно признать, влияние на повышение, что отвыкание, действительно, может оказывать, э, воздействие. Но, давайте подумаем, подумаем, давайте подумаем, э, в результате чего возникает или может возникнуть, э, отчуждение. Отчуждение может возникнуть только в том случае, если у людей мало что связывает друг к другу, между собой. Вот только в этом случае, только в этом случае, может возникнуть отчуждение. Это действительно может возникнуть. Так почему бы вам не озаботиться, да, не посмотреть на то, что вас связывает с вашим мужчиной? И почему бы вам не сделать так, чтобы связывалось с мужчиной вас, со своим, как можно больше? Ведь это же, мне кажется, не так, э, тяжело. Вы живете со своим мужчиной три года, вы прекрасно знаете, что между вами общее, вы прекрасно знаете, что вас связывает и что объединяет. Понимаете? И если у вас действительно есть много общего, если у вас есть живое взаимодействие, если вы понимаете своего мужа, он понимает вас, если вы разделяете интересы друг друга, то никакого отчуждения не возникнет. Потому что и вы останетесь той же, несмотря на время, проведенное без мужа, и он останется тем же, несмотря на время, проведенное без мужа. Но, я хочу сказать, что это возможно только в том случае, если вы действительно имеете друг с другом что-то общее. Если общего между вами ничего нет, то будут проблемы между вами, и проблемы будут серьезные. Потому что отчуждение, отчуждение, начинается именно, именно с того, что людей перестает что-то связывать. По факту, да? Людей перестает что-то связывать. Но связывать людей может что-то перестать только в том случае, если все это было ложью. Если общность, если общность, гармония, заинтересованность друг друга, друг друге, была завязана только на ритуалах. Только на играх, на каких-то формальных действиях. И все. Поэтому, да, вактура имеет это испытание. Это испытание ваших отношений напрочь. И если вы боитесь этого испытания, это означает, что в ваших отношениях действительно есть что-то такое, чего можно бояться, чего нужно бояться. Понимаете? Вот. Поэтому, ни о каком вреде лактового метода говорить нельзя. Дальше. Вседозволенность вдали от дома. Вы знаете, довольно странно, если честно, довольно странно, слышать такие вещи, что, значит, значит, вблизи дома человек ведет себя не вседозволенно, а вдали от дома. Человек ведет себя вседозволенно. Вы меня, конечно, извините, но это несколько странно выглядит. То есть, если человек вдали от дома ведет себя вседозволенно, значит, он и вблизи дома хочет вести себя также вседозволенно. Ну, просто, по какой-то причине он falta себе этого ну не позволяет. Вот. Он себе этого не позволяет. Но разве тот факт, что он себе этого не позволяет делает его лучше, разве тот факт, что он это не позволяет красит его? что, на мой взгляд, нет. Я вам даже больше скажу, что если вы решите, если вы решили, что ваш мужчина вот он такой, что он может изменить, что он бабник и так далее, то уже сейчас, прямо сейчас вам нужно с ним расставаться, потому что он вам будет изменять. Я вам могу прямо сейчас сказать, что он вам будет изменять. Почему? Потому что вы так решили. Потому что вы решили, что он будет изменять. Если вы так решили, то поверьте, никто и ничто не заставит вас поменять свою точку зрения. Никакие убеждения, никакие доводы, вообще ничего. Если, конечно, вы не признаете, условно говоря, да, если вы не признаете того факта, что, ну, что причиной всему является ваш, как и сказали мои коллеги, страх. Вот. Но решите, кто ваш муж. Решите, какой ваш муж человек. Если вы решаете, что он бабник, если вы решаете, что он может вам изменить, кто вы, которая живет с бабником, и ради чего вы живете с бабником, а если вы знаете, что он вам не изменит, то есть если вы его посмотрите на мой взгляд и скажете, нет, он никогда не изменит. Да? Если такая история будет, то к чему тогда все, как бы, подозрения, к чему тогда сети, исследования форумов, чтения форумов и так далее. Еще и платный вопрос, вот, задают. Зачем это так вот? Дальше. Муж мой очень видный и красивый мужчина. Как вам сказать? Безусловно, ваш муж видный и красивый мужчина. Ну вот, как бы, восхищение им такого плана вызывает у меня аналогию с драгоценностями. Такое ощущение у меня возникло, что мужем, фейн, вы восхищаетесь. А, как драгоценности? Вот. Я, конечно, не знаю. Опять же, я, конечно, не знаю. Да, может быть, я ошибаюсь. Но, на мой взгляд, вы воспринимаете мужчину именно как драгоценный сейчас. То есть, вот я такого мужчину завоевал, вот я за такого мужчину вышел замуж, красивый, видный, общительный. Вот. И теперь он может меня ускоржать. То есть, это не просто восприятие близкого человека как самого красивого для себя. Нет. Это скорее позиционирование своего партнера как кого-то, кто облагораживает вас. Понимаете? А это неприемлемо. Такая позиция неприемлема. Потому что это наделяет мужчину и любого партнера качеством вещи. То есть, подумайте, на чем основывается ваше восхищение мужчиной. Он просто для вас красивый? Или он статусный? Я понимаю, это довольно сложный вопрос. Но когда мы любим, мы считаем человека красивым, красивым. Он для нас самый красивый. Это нормально. Но когда происходит так, вы пишете, я здесь вижу, он красивый не только для вас, но по вашему мнению, красивый для других. И вы дорожите им, и боитесь, как я уже сказал, потеряться. А это означает, что уже вам, что уже вам чего-то не хватает, что уже вам что-то нужно, что уже вы чего-то хотите, ну, от мужчины, и что вам чего-то не хватает. Вот. По факту. И вот с этими моментами, с этими моментами, с моментами, того, чего вам не хватает, и нужна работа. То есть, почему вы выбрали этого человека? Как вы его видите? Какое у вас с ним отношение к этому человеку? Это очень важно. Дальше идем. так, это я говорю не потому, что он мой муж, а потому, что вижу ежедневный интерес других женщин к нему. Он действительно нравится женщинам, да и там человек общительный, хоть и клянется естественной верностью. Скажите, пожалуйста, Дарья, вот, как все, что вы описываете, то есть, то, что вы пишете про то, что он красивый, то, что вы видите интерес к нему других женщин и так далее, как это все относится к его неверности. То есть, то, что он общительный, то, что он взаимодействует с, значит, ну, с ним пытается взаимодействовать женщины, да, то, что он общительный. Как это относится к неверности? Вот. То есть, вы меня извините, конечно, я не совсем этот момент понимаю. То есть, я не вижу связи. Можно быть общительным, можно быть красивым, можно быть видным, но причем есть измена. ведь мужчина не виноват, что он такой, правильно? Он такой, вот он именно такой, и вы таким, скорее всего, его и любите. Это есть ваш мужчина. А теперь такое впечатление, что вы не готовы платить ту цену, цену, значит, которую необходимо платить за то, что он обладает определенными качествами, потому что качества эти могут быть как позитивными, так и отрицательными. отрицательными. Понимаете, какая история. То есть вы, видимо, считали, что достоинства вашего мужа будут только вам на пользу. Вот вы говорите, я вижу ежедневный интерес других женщин, и как вы на это реагируете. Ревнуете ли вы? Испытываете ли вы какие-то негативные чувства, или наоборот гордитесь, что такой мужчина, и он выбрал вас? Я его люблю. В чем это проявляется? Но мне больно от того, что может случиться после неграда со временем на этих актах. Почему вам больно? Вот что именно вы вкладываете в это понятие боли? Как именно выражается боли? В чем именно она эта самая боль проявляется? Понимаешь? Какое отношение любовь, именно любовь, имеет к боли? Любовь не может быть болезненной. Я надеюсь, что вы с этим согласитесь, что любовь болезненной быть не может. А если вам больно, значит, здесь дело не только в любви, но в чем-то еще, в чем-то, чего вы не осознаете. Возможно, это тот самый, страх одиночество, 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 Возможно, это тот самый страх остаться, ну, одной у вас. возможно, 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 что-то еще, о чем вы нам здесь не говорите, но о чем обязательно нужно сказать. муча категорически настроен там на выводе, а я уже даже и о разводе думаю. По сути дела, здесь вы пытаетесь избежать, условно говоря, боли. По сути дела, вы здесь пытаетесь, условно говоря, избежать негатива. По сути дела, вы здесь пытаетесь заранее действовать так, как будто мужчина вам уже изменил. То есть, по сути, вы, по сути, вы уже записали его в изменщики. Вот. И это, на самом деле, очень грустно, потому что он ничего плохого не сделал. О разводе вы думаете только для того, чтобы себя защитить. Себя защитить. Убежать от своей боли, от своего страха. От страха одиночества, от страха измены, от страха быть брошенной. От страха изменения представления о себе, если мужчина вам изменит. Все это говорит о том, что сами по себе, как личность. Вы, Дарья, ну, не совсем реализованы. Вы не уверены, что без вас занятия на самооценку и вы склонны к ревности. У нас нет детей, не получается, пока думаем об ЭКУ. Ну, вот тут вот у вас, на мой взгляд, проявляется склонность к слиянию. Такой психологический механизм защиты. вот, почитать о нем в интернете, когда человек не говорит «Я», а говорит «Мы». То есть, если «Я» использует «Мы», это на самом деле грубейшая ошибка, потому что если у вас не получается, то какие причины? если у вас нет детей, но вы детей, к примеру, хотите, то, ну, давайте определим, а зачем вам дети, для чего вам собственно дети вообще? Особенно сейчас, когда мужчина работает, вроде как, ну, собирается работать влахтовым методом, и вы ему, мягко говоря, не верите, мягко говоря, это вас не верит. То есть, для чего вам в этой ситуации нужны дети? Может быть, вы хотели бы, к примеру, привязать его к себе таким образом? Если так, то это довольно, ну, довольно деструктивный метод, потому что ничего хорошего не получится из этого. Это я вам совершенно точно могу сказать, что своего мужа детьми вы не привяжетесь к себе, а вполне возможно, что сделаете еще только хуже, вполне возможно, что будет еще только хуже, в плане, вот, ну, именно отношений. То есть, отношения у вас будут развиваться еще хуже, мужчина будет чувствовать, что вы его к себе привязали. Вот. То есть, это не пойдет не пойдет на пользу ему и, вам. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, ну, как бы, тоже нужно все как следует рассмотреть. потому что в противном случае, да, получится так, что хотели как лучше, да, а получилось как всегда. Вот. То есть, понимаете, да, о чем здесь речь? Понимаете, о чем я говорю? Вот. То есть, что о чем вы, к примеру, думаете, о чем вы? Чего вы хотите, когда думаете о разводе. Какая у вас мотивация думать о разводе дарья? Что за это стоит? Какие чувства за это стоят? Вы очень быстро поймете, что думаете, думаете вы о себе здесь. Очень быстро вы поймете, что ваши мысли, да, они о себе. Они не о муже. Они именно о себе. То есть, вы пытаетесь защитить именно себя от чего-то. защищаетесь я вам могу сказать от чего вы себя защищаете. Защищаете вы себя от личных новоростов. К сожалению. Защищаете вы себя от развития. Дальше. Так, выскажите пожалуйста, пусть дадите свое личное мнение о такой работе и перспективах сохранить нюх в таких условиях. Ну, из моего ответа вам все должно быть понятно. Я надеюсь, что все понятно. То есть, по большому счету, по большому счету статистически можно сказать, что те, у кого все хорошо, высказываться не будут, потому что их либо задавят, либо не поверят, либо что-то еще. К сожалению, так устроено человеческое общество, что все играют в определенную игру, которую, условно, можно назвать, они плохие. То есть, если группа людей высказывает идею о том, что их мужья, допустим, плохие, да, то есть, ну, группа женщин высказывает идею о том, что их мужья плохие, к примеру. Вот. То женщина, женщина, которая скажет, что ее, ну, вот, например, ее мужчина, да, он, допустим, хороший, да, вот, женщина, которая скажет, это, она по факту будет лопала, она по факту будет, не услышана, не понята, скорее всего, еще, и оскорблена. Ну, то есть, ее оскорбят, ну, другие женщины. Вот. Поэтому, статистически, данную погрешность нужно учитывать, что люди, которые высказываются негативно на форумах, где-то еще, они более заметны. Те, у кого все хорошо, они высказываются не будут, не будут, зачем, у них и так хорошо, и мне, и времени, как бы, времени на, тот же, тот же форум, да, у них, просто, тупо не будет. Вот. Поэтому, это, определенная часть людей, только часть, и это, я не думаю, что это большая часть людей, но и для того, что, именно они, это часть людей, у которых все плохо, высказываются, именно поэтому, вам кажется, что, таких людей, большинство, вот. Такая сторона. Это, вот, если мы говорим, чисто, о такой, вот, внешней, стороне, вопроса, да, если мы не берем в расчет, ваши личные проблемы. Вот. Но, обращать внимание на это, вам, вам не нужно. Вам нужно обращать внимание на себя, вам нужно обращать внимание на, создание, именно, именно, создание, общего фундамента, возможно, более, 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 прочного, может быть, фундамента. в ваших отношениях. В ваших отношениях. Это, куда более, полезно, и вам на пользу, чем то, что вы делаете сейчас. Чем то, что вы пытаетесь, контролировать, и так далее. Теперь, вы пишете, значит, как сохранить семью, да, ну, сказал, сказал. Спасибо вам тем, кто ответил на питание, на месте легче мнение женщин, работающих вахтовым методом, однозначно все мужчины, и на вахте, подруг, отбившие на некоторые доводят дары из семьи, мол, даже, мол, сложно, мужчине местят без секса на чужбине. Это ложь. Это ложь. Это ложь. Это мисс. Это мисс, потому что сперматоксикоз это иллюзия. Уже давно как бы доказано, что сперматоксикозы не существуют. Он был специально придуман мужчинами для того, чтобы манипулировать манипулировать женщинами. в секс. В секс. Вот. Ну, не более того. Это первое. Второе. Вы только вдумайтесь. Однущина. То есть, мужчине, который работает вахтовым методом, да, который, вот, как, как вы сказали, сорок дней работает, месяц дома, ему нужна одущина от своей, от семьи, от женщины. Он и так ее не видит, не видит по сорок дней. А какой одущина вообще может быть терять? Знаете? Вот. Так что, тут, тут можно говорить о, 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 о климате, о таких отношениях, о том, о женщинах, которые, мужчин принуждают, о, не принуждают, о, принижают. мужчин, о, 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 и, так далее. Можно об этом говорить. Вы только подумайте, какая женщина может сказать такое, вот, какая женщина может сказать такое, что, мол, что, мол, мой мужчина, да, он там, ему нужна обучина, там, и так далее. Вот. Какая женщина? Женщина явно себя не ценящая, женщина явно о себе не думающая, женщина явно себя не уважаешь, возможно даже там себя не любишь, к примеру. Понимаете? Вот так. Вот об этом и нужно говорить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Вам требуется индивидуальная консультация, вам требуется индивидуальная работа, безусловно, потому что что-то вы говорите, это ваши тревоги, что-то вы описываете, это ваши страхи. Они, как сказал Кудрячев Игорь Леонидович, идут из детства, из вашего прошлого, которые нужно анализировать. А те опросы, которые вы приводите, это по большому счету работа со следствием, но никак не из причины. Понимаете? Ну, очень жаль, что вы пользуетесь таким способом, но не идете вглубь, в корень проблемы своей. Может быть, вы и не хотите идти вглубь проблемы, потому что тогда вам придется уже что-то в себе менять. И, может быть, вам муч станет уже не нужен. То, чего вы тоже боитесь. Потому что, ну, личностный рост, да, он такой. Когда человек ему следует, он может, старые отношения, старые знакомства могут быть не нужны. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.